Несмотря на то, что в апреле 2018 года Одесса не примет юношеский чемпионат мира по хоккею, работы по реконструкции Дворца спорта продолжаются. Ремонтные бригады осваивают деньги, выделенные областным советом. Это порядка 11 миллионов гривен. В следующем году эту сумму увеличат на 30 миллионов гривен. На завершающей стадии работы по приведению в порядок крыши купола демонстрационного зала начаты работы по ремонту четырех подвальных санузлов. Освещение зала и кармана для ледоуборочного комбайна. Кровля купола демонстрационного зала делается современной технологией, современными материалами. Это ПВХ-мембрана. Это материал компании Технониколь, гарантийный срок которого до 15-20 лет. Это замечательная технология, далеко ушедшая вперед от, скажем так, обычных рубероидов. Руководство Дворца спорта подчеркивает, что на период ремонтных работ ни одна спортивная секция занятий и тренировки не прекращает. Фигуристы и хоккеисты занимаются в основном в демонстрационном зале. В малых залах по плану тренируются каратисты и самбисты. На базе Одесского Дворца спорта работает федерация фигурного катания на коньках областная, областная федерация хоккея, областная федерация по карате, ассоциация, спортивная ассоциация самбо, спортивная федерация по бодибилдингу и фитнесу. И все работы, проводимые по капитальному ремонту, продуманы так, чтобы максимально не останавливать работу этих федераций.